Премьера на дожде. По-советски служит в армии, лечится в больнице, получает образование. Я придумал года два назад эту форму. Ленин Парфёнов, Намедний, том 4. Встреча с читателями в прямом эфире на дожде. В следующей книге, если бы тебе пришлось анализировать, выведен ли был другой образ за все 10 лет спустя Брат-2, смог бы ли ты кого-нибудь упомянуть в этом ряду? Ну, там отчасти бригада, конечно, приходит в голову. Отчасти приходит в голову. Ну, и вообще, вот феномен Безрукова, когда можно быть бандитом Пушкиным, Есениным, снова бандитом. А теперь его выскоро. Оставьте его, он мой. Теперь будет скоро Высоцким, да. Ну, во всяком случае, это вопрос народного признания, а не на золотых скрижалях истории мирового кинематографа. Не одного фильма, одного единственного фильма. Одного фильма вот так на вскидку не приходит. Есть фильмы, которые стали сами по себе феноменами. То, что, ну, количество посещений дневного и ночного дозора, одна статистика, она, ну, не может не впечатлять. С другой стороны, сказать, что за этим стоит конкретный образ, герой, как вот здесь, да. Ну, он был тем героем на очень короткий период, конечно, каким в свое время был, я не знаю, там, Олейников, или, там, рыбников, да. Вот когда вот он не кочегаром и не плотником, и вся страна знает, не кочегаром его. Так вот вся страна знала, я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. Ну, можно я уточню вопрос чуть-чуть? Лень, можно уточню вопрос? Двухтысячные с этим сложнее. И здесь-то это как-то было случайно. Ты уверен, что случайно? Ну, это был какой-то такой, ну, если сам Балабанов этого не ждал, если сам Бодров был этого не рад. Нет, то, что ты в книжку поставил. А, нет. Вот объясни, Балера, почему ты закрыл книжку этим разворотом. На самом деле, во-первых, хотелось какого-то героя, уходящего десятилетия поставить на концовку. Во-вторых, я несколько раз убеждался, что лучше всего заканчивать том фильмом, если есть такой в последнем году десятилетия, который знаковый. И несколько раз так оказывалось. Так было в конце 60-х. Это фантастический феномен просто. Одновременно в стране выходят адъютант его превосходительства, чистые гимны по летам, портупеи и вообще офицерской чести. Выходит фильм «Бег», экранизация Булгакова, где Хлудов, он может быть и гад, конечно, но черноту жалко. И он, конечно, положительный герой, да еще сыгранный Ульяновым, которому положено играть советских маршалов. Выходит «Белое солнце пустыни», где Верещагин воплощает просто главную государство. Он, георгиевский кавалер, белый офицер, говорит главную фразу на десятилетия вперед. За державу обидно. И выходят новые приключения неуловимых, где Володя Ивашов, который до этого играл вот этого трепетного в балладе о солдате, играет ровно такого же трепетного ротмистра, который поет «Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок». Это происходит в 1969-1970 году разом. Куда смотрел глав репертком, сценарию утверждались одним главком госкино. Это вообще непонятно. Здесь-то ты водружаешь на «Плакстаром героя». И это было в 60-е кончика. Человек, который говорит значительно более противоречивые фразы. А потом в конце 70-х были советские блокбастеры, в один год выходят «Пираты 20-го века», «Москва слезам не верит» и «Экипаж». Разом. Вдруг советское жанровое кино появилось, и вот она пофигей за стоя. Люди хотят не про производственную драму, не про войну, ничего. Они хотят вот про такую жизнь маршрутскую русскую. Ты, Люня, ответил на вопрос. И третье, вот эти 90-е годы. И вот 90-е. И 90-е годы, которые заканчиваются Бодровым, который, конечно же, брат, вернее, его, но все равно это понятно, что они там вместе. Он должен стрелять в хохлов и кричать, вы мне, бандератцы, за Севастополь ответите. Так, смотри. Как за что и полевал Александр Владимирович Русской, сколько в Крыму. Дождь. Смотрите в базовом пакете НТВ+.